Эчпачмак, вагбелиш и другие национальные блюда, приготовленные по лучшим рецептам татарской кухни, отведали гости, приглашенные на 25-летие татарской общины Щёлково. Так гостеприимно встречали представители диаспоры в Центральном дворце культуры. Многие давно не виделись, поэтому пришли семьями. Всех хочу, мусульман, поздравить с окончанием священного праздника Рамадан. И самое главное – поздравить всю общину, нашу мечеть с 20-летием. Наша община нам даёт, в первую очередь, не забыть нашу нацию. Приобщаем к языку, стараемся. На фотовыставке в фойе, как на ладони, история общины в лицах. В исторические снимки вглядывался муфтий Московской области Рушан Казрат Абясов. Община очень крепкая. Конечно, дань памяти и большое уважение первому руководителю общины, председателю, имаму. К сожалению, его сегодня рядом с нами нету. Ренату Казрату Кабельдинову, который на самом деле сделал очень большую работу, сплочив общину. Но сегодня, благо, что продолжает наш имам работу Руслан Казрат, его сын как председатель общины. И нас это, безусловно, радует. Это единение, это, в первую очередь, добрососедские отношения учат нас к миру, дружбе и взаимопониманию между религиями, конфессиями. Рафуддин Балашов – один из тех, кто в 96-м стоял у истоков общины. Он и Леонид Твердохлебов, тогда глава Щелковского района, поддержали инициативу Щелковских татар в строительстве мечети. В 96-м году делегация из трех человек мусульман Щелковского района, татар, пришла ко мне в кабинет. Я сказал, ну давайте делайте общину, чтобы юридический адрес был, и будем думать, как это все сделать. Всех жителей города Щелково, прихожан города мечети, поздравляем с 20-летием открытия мечети и с 25-летием официальной деятельности Щелковской общины. Соборная мечеть в Щелкове – первая в Московской области. На протяжении 20 лет в фраме совершаются коллективные молитвы, ведется обучение основам исламской религии. Община расширяется благодаря, опять же, людям, которые приезжают, как из других регионов, и, конечно же, все объединяет эта мечеть. Юбилей общины, обретение соборной мечети – знаковые моменты для щелковских татар, поэтому отмечают их с особой теплотой. Это большое событие для всех верующих. Хочется в этот праздник пожелать вам всех крепкого здоровья, счастья, благополучия. История многих веков продемонстрировала, что мы едины. И не колосс на глиняных ногах, а мощное государство. Те, кто бережно сохраняет татарские традиции и культуру, получили награды от администрации округа Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман. Поздравляли со сцены и из зала. Руководитель Татарского народного театра Москвы Деляфрус Дежурова искренне порадовалась за щелковцев. Как прекрасно, что в Щелкове есть мечеть. Люди ходят на намазы. Ну и какой же татарский праздник без концерта. Артисты выходят прямо в зал, чтобы пообщаться со зрителем. В праздничном концерте, который шел на татарском языке, принял участие народный артист Республики Татарстан Расим Низамов и другие звезды эстрады. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.